О, хей! Добро пожаловать на мой канал! С вами Маугли, и сегодня мы заценим игру, которая вышла буквально совсем недавно, но разработчики говорят, что они 6 лет трудились над созданием всего чуда. Эта игра называется S-Zone Online. Видите, даже на экране, приветственном экране с настройками и выходом, нет даже названия логотипа игры. Мне кажется, что будет что-то очень интересное, но мне кажется, что перед нами очередной какой-то недоклон сталкера. Ну, я думаю, что мы, в принципе, сейчас сделаем небольшой обзор, заценим вообще, что тут происходит. Сразу нам дают три варианта, три сервера. Первый сервер европейский, видимо, против игроков. Второй тоже европейский, против окружающей среды на выживание. И третий сервер – это Соединенные Штаты, тоже среди онлайн-игроков. Так, что теперь? Мы видим старый вагон электрички! На таких электричках я ездил на учебу в свое время, вот даже лавочка сохранилась с таким поручнем. Отлично, да. Где-то мы уже подобный антураж где-то видели, не буду говорить где, сами понимаете. Персонажи создать нового сталкера. У нас здесь две категории, две фракции есть – коренные и пришлые. Ну, сразу видно, что русские делали игру. Слово «пришлые». Но кто мог еще такое придумать? Ну, давайте коренные мы все-таки будем, ну, коренными, коренными чуваками. Мужчина и женщина. Мы можем выбрать пол. Круто. Коренными называют жителей зоны. Жителей зоны? В смысле? Подождите, это что, сталкеры? Или что это вообще такое? Коренными называют жителей зоны, которые отказались покинуть свои дома во время общей эвакуации. Эти суровые люди пережили первый всплеск аномальной активности, возведение периметра и установление карантина, устроенный военными зачистку, а также все последующие набеги мутантов. Блин, я точно вам говорю, что это будет какой-то очередной клон сталкера. Фу, мы создали персонажа, и от него появилась только голова. Вот такой вот лысеющий чувак с седыми волосами и очень хмурым взглядом. Чего ты не смотришь на меня? Ну ладно, в принципе, я согласен. Здорово. Вот такая голова. Ладно, нам нравится. У нас другого варианта, в принципе, нет. Чего мы еще можем сделать? Что мы еще можем выбрать? Больше опций никаких нет. Так, далее. Ага, вот. Внешний вид. Дизель. Что за дизель? Вот, смотрите, дизель. Виндизель или что это? Пожилой у нас есть. Гарлем. Дача. В смысле, дачник, что ли? Типа дачник, да? Больше похож на Бухарина какого-то, а не на дачника. Мелкий. Вот это такой поцик такой, мелкий, крутой. Ну, сразу, да, понятно. Осман. Все, ясно, откуда ноги растут. Левша. Сеул. Гребень. Кто придумывал вообще эти эпитеты, эти имена? О, боже мой. Так, кто у нас еще здесь? Давайте посмотрим. Это будет смешно, мне кажется. Патриот. Хардкор. Вот так вот выглядит хардкор. Хардкор. Если кто-то вообще употребляет это слово, вот знаете, что каждый раз, когда вы произносите слово хардкор, то вы упоминаете имя вот этого чувака. Хардкор. Прещавого и с такими волосами, немножко длинными волосами зализанными. Док. Это, видимо, доктор у нас. Комсомол. Пехота. Серый. Грива. Че грива? А, ну да, понятно. С хвостиком, да? Ну, понятно. Гопники, в общем, нефоров так называют. Э, ты с гривой, иди сюда. Боб Марли. Воу, с дредами. Вот это мне нравится, причесочка. Хорошая, кстати, причесочка. Макар. Макар, здорово. Как с похмелья себя чувствуешь? Орешек. Че, Брюс Уиллис, что ли? Депутат. Ну, не похож на депутата. Кто он, значит? Дукалис. Ой, придумает это тоже. Тренер. Форд. Что это Форд? Генри Форд, что ли? Хитрый. Бебекер. Мне, знаете, нравится Марли. Вот мне прическа нравится. Вот в GTA Online надо таких же чуваков с такими же прическами сделать. Ничего, нормальный чувак такой, в принципе. Штормовка. Это у него куртка, да? Мы можем сделать хаки. Кожанка. Белая рубашка. Рубашка красная. Рубашка коричневая, серая. Да, явно не хватило у них немножечко фантазии. Кожанка. Хаки. Штормовка. Давайте штормовка. Мне кажется, крутая куртка. Почему нет? Штаны, перчатки. Вот мы можем разные. Тут у нас четыре варианта. Полуперчатки. Байковые перчатки. И полуперчатки усиленные. Давайте усиленные возьмем. Не знаю, как это будет отражаться. Штаны. Еще это у нас джинсы голубые, джинсы коричневые, джинсы черные, джинсы зеленые. И брюки. Вот так вот вообще классно. Реальный гопарь. Ну, наверное, мы возьмем с вами. Что, может быть, с такими-то наколенечками возьмем. Будем много падать здесь, много будем кувыркаться, я чувствую. Ботинки. Берцы. Итак, треки. Что это было? Это были берцы. Да, берцы, трекинг. Зеленые. Ботинки коричневые, черные. Коричневые. Несколько коричневых, несколько черных. Ладно, что мы возьмем? Ну, какие возьмем? Давайте ботинки. Давайте по цвету зеленые возьмем, наверное. Есть у нас зеленые где-то здесь были. Во, ботинки зеленые. Мне кажется, вообще, само то очень стильно будет. Все круто. Мы создали нашего персонажа. Офигенная просто возможность кастомизации. Так, как же нас будут звать? Да, конечно, нас будут звать Маугли. Проверка доступности. Ну, никто же еще не додумался такое имя ввести в этой потрясающей игре. Ну что? Ну, готово, наверное. Имя занято другим игроком. Не может быть. Да покажите мне этого человека, который взял и успел вперед меня занять это имя. Ладно, напишем так. Имя содержит неразрешенные символы. То есть пробелы нельзя, что ли, ставить? О-о-о. Сделаем так. Маугли-джи. Имя доступно для регистрации. Окей, ладно. Ну что, понеслась. Посмотрим, что здесь будет. Маугли-джи. Все, здорово. В игру. Давайте уже в игру пойдем. Происходит загрузка. И вот тот шедевр, который, в общем, сделали для нас разработчики Сталкера. Почему этот шедевр, он не дает покоя несчастным разработчикам, которые пытаются сделать какие-то клоны? Неужели они не могут понять, что не получится у них игры круче? Ну или, по крайней мере, даже дотягивающей. Фанаты, они все равно будут, хочешь не хочешь, они будут сравнивать. Они будут всегда соотносить, дотягивать ли до Сталкера или не дотягивать ли до Сталкера. Смотрите, здесь нет вертикальной синхронизации у нас небольшой. Разрывы появляются здесь. Смотрите, вот уже гопнички такие бегают в трекушечках. Так, что это у нас здесь? Что мы можем сделать? Отлично, я тебя вижу. Картинка четкая, самое время осмотреться по сторонам. Это кто мне говорит сейчас? Ты же умеешь обращаться с оружием. Пистолет в сумке, которая была рядом с рацией. Открой клавиши. Ай, все клавиши заданы по умолчанию. Мной? Если ты ничего не менял. Кто это? Искусственный интеллект такой. Так, вижу, ага. Отлично. Оружие лучше держать под рукой. Ну, давайте его возьмем под руку. Как мы это можем сделать? Ты сможешь легко переключаться. Между ними при помощи кольца мыши. Будь всегда готов отразить нападение. Все, я понял. Так, пистолет мы вставляем вот сюда. Отлично. У нас есть патроны. Еще какие-то вексель. Все, это я уже понял. Просто достань нужные тебе вещи из сумки, зажав их левой кнопкой мыши, перетащив на себя. Или... Ну, ладно. Все, я понял, понял. Хорошо. У нас больше, в принципе, никаких вещей-то нет. Так, кто это у нас? У нас какой-то вот фарфор. Фарфор, привет! Воу! Нифига себе! Что это такое? Это что за мутаген? А, это просто несколько игроков. Несколько игроков, они застряли друг к другу. Смотрите. Это прикольно. Сейчас мы сделаем на превьюшку. Вот так вот, отлично. Мутабор настоящий. Так вот, вернемся к Сталкеру. То есть, смотрите. Когда ты делаешь что-то на тему Сталкера, то ты должен понимать, что фанаты, они будут ждать от тебя что-то. У них уже будут завышенные ожидания. Когда ты... Я читал небольшое описание этой игры в Стиме. Она, кстати, фри-то-плейная, поэтому если кому-то вдруг понравится и захочется потратить несколько... Что это, боеприпасы? О, что, мы можем взять их, что ли? Так, как взять? Как взять боеприпасы? Оружие лучше. Так, это я все уже видел. Так, погоди. Че, куда? Все исчезло. Вот я вижу здесь баулы китайские. Китайские баулы со шматоном. Так вот, игрушка фри-то-плейная, и там было описано описание вот этой игры, и там написана вот эта история. Ну, практически один в один Сталкер. Ну, один в один. Зачем они это придумали? Ну, сделали бы какую-то новую концепцию, какую-то новую вселенную придумали. Какие-то фишечки придумали. У фанатов не было бы никакого, никаких ожиданий. Привет, Дженнифер. Отлично выглядишь. Что это у тебя? Это у тебя замочки на карманах, или что это такое? Что за странная куртка у тебя? Да, они явно прикололись. Но вы этого тоже, смотрите, какие-то пуговички. А мутант все стоит, да? Мутант все стоит. Ну, ладно, пусть стоит. А что здесь вообще происходит? Какое-то здание. На нем написано «Любич». Любич. И стоят чуваки. Это, наверное, какой-то бот, которым... Ну, туда бежишь. Послушай меня. Да-да, слушай, слушай, пацан. Тихо-тихо. Ты, главное, меня не это самое, кузнец. Главное, меня не товарь. У меня и так хабара мало. Смотрите, фантомас вот у нас здесь. Артем Дорохов. Привет, Артем Дорохов. Так вот. Да, в описании прям один в один. Там на Украине случилась какая-то катастрофа. И этот город был обнесен периметром. И так далее, и так далее. Так вот. Это, ну, практически, вообще, практически плагиат. Не надо было этого делать, я думаю. Потому что это только усугубит реакцию игроков на то, что они увидят здесь. Вот я вижу вот это сообщение. Его надо как-то закрыть. Оно появляется снова и снова. Так, тихо-тихо. Ты давай, давай, не это самое, не кипишуй. Что мы должны делать? Блин, опять? Так. Сыщик, которого я нанял. Так, мы видим сообщение. Кто-то нам наш друг какой-то послает. Ну, смотрите, ну это же ставки вообще конкретные. Такие же стоечки, такие же кладовщики. Блин, ребята, у вас явно с фантазией какие-то проблемы. Ой. Бармен плющ. Реально приплющенный какой-то чувак. Букмекер. Ну, это все боты. Миша Охотник. Давайте почитаем сообщение, которое нам вылезло. Сыщик, которого я нанялся, с которым должен был сейчас разговаривать, пропал. Его сигнала больше нет ни на мониторах. И в зоне это может значить только одно. Тебя я не вижу. Тебя я не знаю. Не могу сказать, что ты за человек. Но особого выбора у меня нет. Придется довериться. Взамен я буду помогать тебе, чем смогу. Поверь, тебе моя помощь здорово пригодится. Ведь ты прибыл в зону не без причины и хочешь заработать. Какой прибыл в зону? Я вообще так-то местный. Вы что, ребята? Я же... Ой-ой-ой, что это он кинул сейчас? Гранату, что ли? Ну, давайте возьмем. Что это он кинул? Это камень. Так. Скажите мне, как можно убирать вот эти сообщения? Очень быстро. Закрываем к чертям. Так вот, да-да-да. Где ты тут, наш доброжелатель? Он нам какое-то здание хотел дать. Ну, ладно. В принципе, я вижу... Я вижу, что вот стрелочка зеленая горит. Стрелочка зеленая горит над тем мужиком. Который был кузнец, который нам говорил. Опа-опа-опа. Привет, детка. Сорунару. Здорово. Так, мы с ним можем поговорить. Здорово. Ищешь кого? Ну, ты кузнец? Ну, допустим. Мне сказали к тебе подойти. Новенький, да. Скажу сразу, нянеча с тобой тут никто не будет. Так что не расслабляйся. Блин, это же просто... Это же просто... Как же его звали-то? Торговец в самом первом сталкере, который говорит... Слышь, меченый. Я тут с тобой сильно возиться не стану. Как-то там, да? Он что-то такое говорил. Блин. Они даже диалоги списали. Теперь ты в аномальной зоне. Любич один. Все, что ты видишь здесь, может стать последним, что ты вообще увидишь. Оружие взял без надежного ствола. Далеко не ходи в городе мутанты. А как найдешь ствол, найди второй. Про запас. Оружие имеет скверную привычку ломаться в самый неподходящий момент. Нужна лишняя... Лишняя пуха. Пуха. Обратись к Коле Кислому. Ну, конечно, понятно, все. У меня есть вексель. Так, 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 еще оружие, снаряжение. Давай. У меня есть вексель. Недействительный. Такой вексель ни один торговец не примет. От мутантов он тебя не прикроет. У меня всего одно назначение осталось. Прямое. Но так... А, у него всего, да. Но так, как и может быть прямое, в смысле, подтереться им, что ли? Но так, как ты можешь сменять у меня на поддержанный снарягу. Ненадолго ее не хватит, но все лучше, чем босиком. Ну, ладно, договорились. Хорошо, отлично. Куртка хаки. Слушайте, ну, у нас же есть, в принципе, шматон. Зачем нам нужно это? Не, нафиг. Не надо, не надо. Зачем? Не, не, не. Пока. Так, ну что, кузнец? Давай, что-нибудь это. Давай мне какие-нибудь задания, не знаю. Есть вопросы, еще ответы. Да. Но пара минут у меня есть. Что больше всего хочется? Что за место такое, зона? Это мы уже знаем. Как ты попал в зону? Да, не важно. Как выбраться из зоны? Это мы тоже знаем. Расскажи про вокзал. Куда ведут рельсы? Слышал про крушение поезда? Да, давайте, давайте про крушение поезда. Да, говорят, недавно поезд приехал из Большого Мира. Да, частично с путей навернулся. Буквально в 10 километрах отсюда у станции. Обычно поезда проверяют мигранты, любят ездить зайцем. Помню, где-то месяц назад Дженнифер предлагает нам начать бартер. Согласны. Дженнифер, дорогуля моя, да не на что меняться-то. Я же вообще, я же нищий. Блин. Понятно. Спасибо на этом. Короче, закончить диалог ничем он нам не помог. Дженнифер, прости, я бы с радостью тебе что-то сказал, но... Ну, знаешь, не могу. Не могу я тебе это ничего сказать. Хватит стрелять, пацаны. Ну что, куда пойдем? Куда нам податься? Я понятия не имею. Давайте попробуем, зайдем в инвентарь, посмотрим. Журнал, умения, экипировка. Журнал. Первые шаги. Вокзал любит сейчас место, но, прибыль, шесталкеры кислые. Кузнец помогает новичкам освоиться. Нужно поговорить с каждым из них. Кузнец сказал, что Коля Кислый может помочь с оружием. Оружие сейчас ломается, и лишний автомат не мешает. Окей, окей, пошли к Кислому. Пошли, сходим к Кислому, посмотрим, что он нам там будет втирать. Но мне понравился вот этот диалог, когда мы подходили. О, здорово. Подходили вот к этому кузнецу, он такой, Эй, слышь, чё, Кава, подходи ко мне. Здорово, чё ты? Кузнец сказал, у тебя есть лишний ствол. Кузнец любит потрепаться. Но есть вот только лишний и шаровый. Шаровые. Понятия разные. Понял? Чё попросишь? Дам я тебе ствол, правда, пристрелять нужно. Там куча крыс и всякой нечисти в округе лазит. Думаю, проблем с перестрелкой не будет. А взамен попрошу вот что. Пара друганов моих пропали в зоне. Если встретишь вдруг Митику и плевка, помоги, помоги им и весточку от меня передай. Мол, переживаю, пусть стукнут. Что-то так у них... Понятно. Окей. Всё, хорошо. Откуда начать поиски твоих друганов? Я знаю, что они давно покинули город. Сейчас любича впечатан без пропуска. За ворот они выпускают. Все выходы охраняются. Вот только мутантам это не мешает прыгнуть. С другой стороны, мотая на ус, раз мутанты находятся. Способ обойти посты, значит, из города есть как минимум один лаз. Не имеющий ничего общего с воротами. У меня бы способ побезопаснее. Ладно, я не думаю, что мы дойдём до этого. Всё понятно. Мы потом ещё посмотрим с вами. В журнале. Так, а где же искать ствол? Куда нам идти с крысами-то и мутантами? Ну-ка, ну-ка, посмотрим. О, смотри, что он нам дал. Он нам дал автомат. Круто. Ещё у нас он дал ещё... Так, это наш пистолет. Пистолет Макар. У нас уже один есть. Ещё один пистолет дал. Хм. У нас теперь ещё и... Кто это? Калаш? Да, калаш. Аказ 74. 74. Ни больше, ни меньше. Журнал. Серый ствол. Кислый дал серый ствол со сбитым прицелом. Посоветовал убить несколько крыс, чтобы приставить оружие. Судя по всему, крысы беспокоят его гораздо больше, чем ствол. Разогнать... Разгнав тварь, можно вернуться к кислому, чтобы... Рассказать об успехах. Так как же нам... Как же нам на GPS-е-то на нашем... Отметить это задание? Отслеживать задание. Отслеживать задание вводят информацию на основу экрана и ставят метки на карте. Вот так, вот так. Отлично. А ещё выбор профессии у нас там был, кстати. Давайте посмотрим. А что, эти мужики могут менять? Мне интересно пристрелить. Выбор профессии. Награда, профессия. Команда Грек... Комендант Грек... Грек. Грек. В бывшем здании милиционер. В квадрате 313 отвечает людей с особыми талантами. Чтобы вывести о них, быстро расходились по любичу. А да. Из-за бесконечных наводений мутантов на улицах много раненых и бездомных. У защитников заканчиваются припасы, оружие, молодые боицы гибнут. Экономика трещит по швам. Городу срочно нужны специалисты широкого спектра профессий, инженеров, докторов до охотников военных. Окей. Пойдёт. Нам нравится это задание. Выходим отсюда. Так. Карта. Как мы можем... Вот у нас карта. Что-то у нас здесь. Как нам понять, куда нам идти? Ребята. Пока что я ничего не вижу. Вот у нас... Это мы, по-моему... Нет, это не мы находимся. Где мы? Вот это мы. Красный человечек, это мы. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Персонажи. Торговцы. Населённые пункты. Базы. Стоянки. Задания. Пользовательские метки. Задания. Ну-ка покажи нам задание. Где нам крыс-то этих искать? Крысы! Вы где? Может быть вот здесь? Ну что, может пойдём там синие что-то светится? Пойдём, сходим, посмотрим. Смотрите, я вот навожу на этот дом культуры. Здесь у нас что? Здание милиции. А, ну всё понятно. Пойдём, сходим, короче, вот к этой штуке. Посмотрим, что там есть. Что там есть полезного. Не знаю, что это какое-то падение, место падения метеорита или что-то в этом роде, но это неважно. Вот смотрите, какой автомат с газированной водой. Ну что, Печкин? Как дела? Кашляешь? Простудился, поди? Так, смотрите, мы вышли... Где это мы? Мы в другом месте. Мы вышли из другой стороны. О, здорово, панкророк, как дела? Ты же не хочешь в меня стрелять? Так, нам нужно идти вот сюда. Что-то почта. Здание почты. Круто. Мне тут ничего случайно не пришло, а? Так, нам дают какие-то указания, как нам проходить. Нажми левую кнопку мыши, чтобы стрелять. Зажми правую кнопку мыши, чтобы прицелиться. Здорово экономит патроны, чтобы перезарядить оружие. Нажимай R. Блин, коню понятно. Прицелиться, смотрите, офигенное прицеливание. Это же просто вообще. Так, а что ты меня стреляешь? А, ты в крыс? А, вот, смотрите, крысы. А, он нам предложил, кстати, потестировать пистолет. Крысы здесь ползают везде. Ой-ой-ой, как они хрюкают? Где серый ствол-то? Пистолет, макар. А это что? Уйди ты, сообщение. Одинаковые, в общем, здесь пистолеты. Ну что, попробуем. Фу, фу, что за звуки, а? Неужто крысы так хрюкают? Фу. Фу, какая гадость вообще. Крыса, где же ты была? Может здесь кто? Нет, там никого. Так, кто-то здесь уже шмаляет во все стороны. Что это у нас здесь? Ммм, здесь заброшенная хижина. Блин, да сколько ты можешь хрюкать-то? Ты как будто, не знаю, там мне в затылок идешь за мной. Крыса, отстань. Отстань, тварь. Опа, это что за? Это кто такой маленький? Оружие не заряжено. Не понял. Это что за чубрики? Ой-ой-ой. Это какие-то гоплины. Кто это вообще? Труп мутанта. Это что, мутанты такие? Вы только посмотрите. А что такой маленький-то? У него даже что-то есть. Волос. Волос мутанта. Конечно, возьмем. Осталась только тень. Потрясающе. Ну что, мы взяли волосы мутанта? Да, мы взяли. У нас теперь куча волос мутантов. Мы можем сделать парик мутанта. И носить его. И сами тогда будем как мутанты. О, сколько лута. Интересно, мы можем что-нибудь здесь скрафтить? Что у нас здесь? Ничего. Просто текстуры. Да. Они действительно 6 лет, представляете? Это же 6 лет своей жизни они потратили на то, чтобы создать это творение. О, вот это вот реальная тема. Вот это вот то, ради чего, в принципе, стоило создавать эту игру. Это самый настоящий деревенский туалет с окошечком в виде ромбика. Круто, круто. А что у нас здесь? О, там какая-то аномалия цвета индиго и куча собак. Давайте попробуем подстреляем в собак. Почему нет? Так, смотрите, она вообще... Ой, 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 отстань от меня. Тихо, тихо, тихо. Перезарядка оружия, что такое-то нафиг? Пацаны, выручай. Собака нападает на меня. Ну, вот первую собаку мы и кокнули с вами. Труп мутанта. Не похоже она на мутанта-то. Перезарядка вообще супер. Да, дальше мы не пройдем. Если только психануть и побежать туда. Серый ствол. Убить крысы, поговорить с кислым. Увы, убили крыс. Ноль из трех. А где же их искать-то? Пойдемте все-таки попробуем выполнить хоть какие-то задания здесь. Че, мы зря зашли. Вот, вот она, вот она, бедная первая. Бежит. Опа. Прости, прости. Реально, мне очень жаль. Я вообще так-то животных люблю, но просто задание такое, понимаешь. В траве, значит, они ползаются. Так, надо их выслеживать. А вот все пацаны-то, кстати, тоже на крысы охотятся. Так, а ты в кого-то стреляешь? Ты в кого стреляешь, а, друган? Слушай, я-то никого здесь не вижу. На духов, может, охотиться. Ну, ладно. Вот, еще одна крыса. Стоять, это моя. Моя крыса. Вот так вот, вот так вот, вот так. Все, три крысы мы убили. Че дальше? Убита крыс и поговорить с кислым. Ну что, возвращаемся. Давайте еще одну крысу пристрелим вот так вот. Че он здесь ползать будет? Мучиться? Не понял. А, это он так устает. Кто у нас здесь? Вот еще какой-то ключевой персонаж. Кто это? Как тебя зовут, парень? Смотрите, над ним даже не горит никакой значок. Давайте поговорим с ним. Невозможно? Или он занят? Он уже, наверное, с кем-то разговаривает. Пошли внутрь к кислому. Кислый, кислый парень. Работящий. Сейчас мы еще немножечко с вами одно задание какое-нибудь выполним. И все. И на этом, наверное, мы и закончим. Кислый, здорово, че ти? Разогнал ваших крыс. А те че? А тебя че, грызанули? Ну вон, за ногу. Вижу, вот царапин это. Только после этих крыс тебе через сутки ногу могут отрезать. А не успеют, то часов через тридцать уже и хоронить будет нечего. Да, вот, держи аптечку. А еще кузнец тебя зачем-то искал. А аптечка лишней не будет. Спасибо. Где патронов раздобыть? У меня есть патроны. Отравленные. Но, значит... Че нужно сделать? Добровольца на одну работенку. Нужно убить пару псин, которые бегают за деревней. Бизнесу мешают. Да, готовь награду, считай, что все сделано. Круто. Все. Так, кузнец хотел с нами поговорить. Нам нужно как-то выйти. С какой же стороны? Вот с этой, по-моему, стороны нам нужно выйти, чтобы напороться на кузнеца. Что это? Кто-то там кряхтит. Ой, какой ты популярный-то кузнец. Смотри. Сколько у тебя последователей, все к тебе пришли. Привет. Привет, Чика. Привет, пацаны. А у кузнеца-то нос-то красный. Бухал, видимо. Вы действительно хотите предложить Марьяне обмен? Да нет, конечно. Какой обмен? Че? Здорово, ищешь кого? Кислый сказал, ты меня ищешь. А, почти. В общем так. Еще два сталкера должны сегодня прийти. Так что уйти отсюда я не могу. Но мне нужно передать кое-что важное одному человеку. Как передашь, он тебе за хлопоты денег даст. Давай, конечно. Пойдешь на северо-запад на бывшее здание милиции. На первом этаже стоит один хмырь, штакет. Передай ему, что в груз в полном объеме придет сегодня вечером. Встреча на старом месте. Еще не трепись особо по дороге. Все, иди. Понял, передам. Да, нам как раз надо было туда, чтобы определиться с профессией. Давайте туда и отправимся. Почему бы нет? Так, у нас, значит, есть задание про собак. И у нас есть задание отправиться к милиции. Я думаю, мы пойдем с вами к милиции. Потому что хочется посмотреть на красоты, которые здесь для нас разработчики приготовили. Такое ощущение, что просто вспышка ядерная сейчас случится. Да, давайте немножко пробежимся. Сверим карту. Мы идем с вами в здание милиции, в принципе, на правильном пути. Ну, что могу сказать? В принципе, они пытались, конечно, они очень пытались воссоздать атмосферу Украины, ну, России. Что это у вас здесь? Свидание, да? Артур? И А, 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 Ритхель. Это, простите, я вам, ну, тут не помешаю, да? Воу, счастье для всех даром. Блин, а почему я не отражаюсь, а? Почему я не отражаюсь в этом шаре? Это очень странно. У нас есть вот такие вот дома советской постройки. Которые уже уходят, в принципе, под землю. У нас есть гаражи, что, в принципе, очень актуально для России даже сейчас. У нас есть вот такой вот бетонный забор, который можно встретить до сих пор во многих городах. Это что у нас здесь? Хрущевочки. Это у нас самые настоящие хрущевки. Да, они, видимо, надеялись на то, что... Тихо, 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 тихо. Это кто такое? Это кто там лает? А, вот целое поле собак. Блин. Ой. Ой, да ладно. Да ладно, ребята, вы чё? Да я-то просто прогуливаюсь. Не обращайте внимания. Просто прогуливаюсь, и всё хорошо. Да, вот многоэтажка, двор пустой. Двор пустой. Всё, подтормаживает. Даже несмотря на то, что требования этой игры явно ниже ресурсов моего компа. Видимо, ещё какие-то есть технические моменты, которые нужно исправить. Да, в принципе, дом выглядит достаточно реалистично для российской глубинки. К этому тут никак не придерёшься, в принципе. Вот трансформаторная будка. Вот, ну это вообще респект. За это я вас уважаю. Молодцы. Очень чётко подметили. Такое действительно есть. Бывшее здание милиции. Это где-то, по-моему, здесь. А это чё-то чёрные парни такие стоят тут. Ну чё, ребята, спецназ, что ли? Городской охранник. Капустин. Капустин. Зона. Чё же рожа-то у тебя такая кислая? Ты чё, недовольный, что ли, своей жизнью? Сейчас мы сходим к нашему милиционеру, полиционеру. Попробуем у него добиться какой-то профессии для себя. Ну и там, наверное, можно будет и закругляться. Здание милиции. Виделиняя, Виделиняя Мелития. По-украински написано. Серый воин. А это кто у нас? Ты кто такой? Почему не подсвечивается имя? Давайте проверим, кто это. Ну давай, разговаривай со мной. Чё не разговоришь? Слышь ты. Штакет это или кто? Выбор профессии. Поговори с греком. Мы не можем ни с кем поговорить. Ладно, пошли посмотрим, кто здесь ещё есть. Так, ты у нас кто такой? Регистратор группировок. Нет, ты нам не нужен. Так, где штакет? Где этого штакета-то найти можно? Кто у нас здесь? Рашид. Нет, Рашид, извини. Я ошибся дверью. Случайно зашёл. Туалет. И на втором этаже ждёт нас наш квестовый персонаж. Вот он, точно, точно. Ты грек. Здорово. Ну ничего такое, морда-то героическая. А? Кто здесь? Доброе время не суток. Симметрично. Чё хотел? Хотел узнать, что у вас здесь. Ты начала приветствовать тебя в нашей скромной обители. Ну в том, что от неё осталось. Меня зовут Грек, я тут комендант. Так что все основные вопросы решаю я. А если насчёт работы, поговори с палкой. С кем? С палкой? Кто это? Он стоит у входа, высматривает сталкеров. Ищет свободные руки. Окей, ладно, в принципе. Понятно тут. Пропустим, пропустим. Я не читаю газеты, конечно. Ага, ты про радугу говорил. Ну ладно. Говорят, вам нужны специалисты. Вот. Вот это нам интересно. Да. То есть людям важных профессий везде рады. Выбрать профессию. Какие специалисты вам нужны? Сейчас город на осадном положении. Любой, кто приветствуется. Любая помощь приветствуется. Неважно, кто ты и откуда. Вы не отвергаете помощь коренных? Коренному коню в зубы не смотрят. Дарённому коню в зубы не смотрят. Давайте выбираем профессию уже. О, офигенная профессия. Друид. Друидами. Военные в шутку прозвали местных травников. Не подозреваю, что в скором времени обидное прозвище станет гордым наименованием целой профессии. То есть, значит, мы можем собирать травы, может быть, воином, бойцом или защитником. Когда деревья начинают прессовать силы бандитских группировок или войска армии пришлых, жители зовут на помощь своих воинов. Следопыт. Когда деревне угрожают мутанты, жители отправлялись следопытов. Обученные охотники коренных выслеживали, выманивали зверя и уводили прочь в глубины зоны. Либо убивали и разделали, ещё если деревне требовались припасы. Изобретатель. Так. Изобретатель тот, кто может, значит, крафтить всё. И исследователи, выпускники некоторых сельских школ пытались понять зону с точки зрения разума, а не веры. Им остро не хватает теорий, но их база знаний, полученных на практике, бесценно для любого пришлого доктора наук. Естественно, испытатель, исследователь, получивший большое сознание, эпирическим методом, дра-дра-дра-дра. Но кем мы станем? Кем мы станем? Изобретателем, исследователем, следопытом, воином и хедруидом. Я думаю, мы станем с вами, наверное, воинами. Почему бы нет? Воин, боец. А чё? Да, их выбор. Пистолет, пулемёт и штурмовая броня. Ну, конечно. Или защитник. Не совсем понятно. Видимо, исходя от нашей профессии, нам будут давать определённые задания здесь. Или исследователь, естественно, испытатель. Что так? Активно осваивает способы создания и применения артефактов. Ну, значит, артефакт нужно будет искать. Давайте, давайте станем воином, воином-бойцом. Будем ходить на охоту. Всё. Ну, чё? Ну, всё, типа я выбрал профессию. Чё дальше-то? И всё. Ничего не происходит. Ничего не произошло. Я просто стал воином-бойцом. Круто. Или меня отправили вот сюда. А, вот, Алекс какой-то мне. Алекс. Здорово, Алекс. Да? Грек сказал к тебе подойти. А, значит, оружие взять у тебя здесь, сам понимаешь, мы не можем. Но в пределах милицейского учреждения стрельба запрещена. Снаружи стрелять можно только по мутантам. Объединениях наш уже видел. Если что-то недопонялось, всегда можно там подумать. То здесь главный. Так, может, работа найдётся. Да, но сперва послушай одну историю. Ну, давай послушаем историю. Нам это не очень интересно. Ближе к делу. Так, так, так. А значит, что ты меня ладом посмотри, я тебя понял. Закончить диалог. Всё. В общем, так. Мы с вами немножко заценили эту игруху. Мы посмотрим вот на этот прекрасный плакат, где написано «Будь бдителен». То есть, человеческая рука хватает руку мутанта. Ребята. Дорогие мои. Будьте бдительны. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И увидимся с вами в следующей серии. Я не знаю, напишите в комментариях, хотели бы вы посмотреть продолжение прохождения или похождения здесь в сети игры S-Zone Online. Какая-то S-Zone там, не знаю. Вот на балкончике. В общем, я как самый настоящий зажиточный пенсионер. Закончу эту серию. С вами был Маугли. Спасибо большое. Всегда оставайтесь на высоте во всех жизненных ситуациях. И пока-два.